Всем привет! Продолжаем знакомиться с правилами, пока что еще от Скотта Мэйерса, по эффективному использованию языка C++. Ну и сегодня очередное правило, и называется оно так. Изучите причины возникновения временных объектов. Ну и сегодня попробуем быстренько рассмотреть, о чем же идет речь. Итак, общаясь друг с другом, программисты часто называют кратковременно необходимые переменные временными. Ну, например, 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 вот здесь, вот здесь. Давайте такую функцию swap рассмотрим. Вот эта функция swap. Так вот, темп, это, судя по всему, временная переменная. Однако, в рамках языка C++ темп не является временной переменной. Это просто локальный объект функции. То есть это кратковременная переменная, но не временная. Истинные временные переменные, ну или объекты в языке C++, они невидимы. Они не появляются в исходном коде программы. То есть они возникают тогда, когда создается, но не называется статический объект. Ну, такие неименованные объекты обычно возникают в двух случаях. Во-первых, когда для успешного вызова функций применяются неявные преобразования типов. И во-вторых, когда функции возвращают объекты. И важно понимать, как и почему эти временные объекты создаются и уничтожаются. Подумать, что затраты на их создание и уничтожение могут оказать заметное влияние на производительность программ. Ну и сейчас рассмотрим парочку примеров. Ну, смотрите, вот как раз первый пример. У нас, к примеру, есть некий класс string. Наш string. И конструктор. Конструктор у нас принимает указательно строку в стиле C. Но для того, чтобы здесь создать, выделить память, скопировать и все такое. Соответственно, в деструкторе это будет удаляться, уничтожаться. То есть, будут какие-то операции выполнены. И, к примеру, есть функция. Некая какая-то функция. Чья-то ваша, либо еще чья-то, которая принимает на вход константную ссылку на объект типа string. Вот. И кто-то, к примеру, или вы же, пользуетесь строками, C-шными строками. То, то. Смотрим первый пример. Вызов функции, которая принимает реально объект типа string. Здесь все хорошо. Здесь конструктор будет создан вот здесь. Ну, а деструктор будет вызван при выходе из функции. Или при выходе из области видимости. То есть, здесь все нормально. Но вот здесь, вот здесь, в этих двух случаях, будут созданы временные объекты. Вот как раз вот эти временные. Давайте посмотрим. Так. Не понял. Че-то оно не шагает дальше. Так. Вот он. Раз, два. Теперь смотрим. Вызов функции. Да. Вызов. Прошел. Все хорошо. Все хорошо. Вызван был конструктор в самом начале. Отработала функция, все нормально. Но вот теперь, вот здесь. Вот здесь у нас что происходит? У нас был вызван конструктор. Отработала функция, был вызван деструктор. Точно так же и для этого случая. Вот, был отработан конструктор. Отработала функция и был деструктор. То есть, вот это как раз, вот здесь как раз и создаются. Вот эти временные объекты. Почему это происходит? Ну, почему? А потому что у нас это массив Charles То есть строка в виде C Здесь неявно, вот здесь неявно Вызывается конструктор Соответственно, создается временный объект Вызывается конструктор На вход он получает как раз вот такую вот строку То есть если мы конструктор изменим И он на вход ничего не будет получать То, соответственно, будет ошибка Но разговор не об этом Разговор о временных объектах Соответственно, здесь создаются временные Как раз неименованные объекты Конструкторы, деструкторы работы Это как раз может быть неэффективным В некоторых случаях То есть полностью уйти от создания Временных переменных мы не можем Но мы можем это минимизировать Смотрите, что можно сделать в этом случае Давайте посмотрим пример 2 Пример 2 у нас Чем отличается от примера 1 Ну, тем, что здесь у нас константная ссылка на объект Здесь же у нас константный объект Не ссылка Соответственно, в этом случае Опять-таки будет создаваться временный объект Даже в том случае, если мы функцию передадим Уже готовый объект Так как ссылки нет Соответственно, будет создание временного объекта Опять-таки, лишние затраты На вызовы конструкторов и деструкторов Которые для этой ситуации Можно было бы и не вызывать То есть, вот эти лишние действия Можно было бы и не делать Давайте рассмотрим пример 3 Что в примере 3? Вот как раз вы видите такое ключевое слово По поводу этого ключевого слова Уже был разбор Я не помню, как правило называется Но оно было Что оно означает? Ну, то есть, это один из способов решения Он означает, что вызов конструктора должен быть явным То есть, надо четко указать Соответственно, вот это вот неявный вызов Нашего конструктора И, соответственно, здесь будет ошибка компиляции Потому что мы указали ключевое слово Мы сказали конструктор вызывать явно А явно это означает Вот так вот Стринг Вот так вот мы вызываем явно Соответственно, видя этот код Мы уже четко понимаем, что будет создан временный объект Чего не скажешь об этом коде Который можно просматривать И в коде можно увидеть такие вызовы И не всегда сообразить И понять, что будут вызваны временные объекты То есть, это первый способ решения проблемы Указать вот такое ключевое слово И сказать, что конструкторы нужно вызывать явно То есть, нужно изучать код Ну, если вы хотите повысить производительность То способов очень много Очень можно долго и нудно изучать код И устранять мелкие вот такие недоработки С целью повысить производительность Так вот, это первый способ Когда мы четко указываем, что конструктор Должен быть вызван явно Еще один способ Если мы этого ключевого слова не указываем Можно модифицировать функцию Вот некоторую, которая принимает Неконстантную ссылку на объект Смотрите, в первом случае Где у нас первый случай? В первом случае функция функ, да? Она принимает константную ссылку на некий объект Во втором случае принимает просто ссылку на объект В чем же разница? Да, ну и при таком подходе У нас опять-таки будет ошибка компиляции Почему? Дело в том, что компилятор Может генерировать создание временных объектов Если у нас получают Если функции принимают на вход Константные ссылки на объект То есть здесь позволительно Разрешается SxC++ разрешает компилятору Создавать временный объект В этом же случае В этом же случае Временный объект не создается Компилятор не разрешит это сделать Потому что как минимум принимается ссылка А если ссылка Значит это уже готовый именованный объект Но в этом случае Именованных объектов нету Потому что буфер совсем другого типа Вот он Типа чар Да, массив на чар Вот, соответственно Обратите внимание Еще раз В этом случае Допускается создание временных объектов В этом случае Создание временных объектов Не допускается Соответственно Второй способ решения Вот, вот такой И если где-то кто-то захочет Вот так вот сделать То компилятор Укажет на ошибку Соответственно Программисты Которые будут пользоваться Вашими классами Либо вы же Там спустя какое-то время Вы когда напишите что-то подобное Компилятор вам об этом скажет И вы будете искать Правильный, корректный путь Передать данные Для того, чтобы не создавать Временные объекты А временные объекты Это дополнительные расходы Для большинства программ Я бы сказал Для 99% программ Наверное Может быть чуть меньше Это не так критично Но Но Обычно Если пишут на C++ То хотят либо Кросс-платформенности Либо Сверхэффективности И соответственно Можно сделать Эффективную программу Но можно ее сделать Еще эффективней Вот как раз Следуя советам Скотта Мейерса И других людей То есть По поводу других Мы будем разбирать Когда разберем Скотта Мейерса То есть все его советы Так вот Какая же Какой же Итог 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 такой Что Создание временных объектов Это довольно дорогое Удовольствие Поэтому нужно Стараться его избегать То есть важнее Ну Избежать Совсем Мы вряд ли сможем Но к этому Нужно стремиться И важнее Находить Те места Где могут Создаваться Временные объекты А следуя Всем советам Вы это Сможете Сделать И Далее Важно Запомнить Себе Вот записать В память Что Ссылка на Конст Когда вы видите Параметр Ссылка на Конст Допускает Создание Временного Объекта Ну и Также Временные Объекты Создаются Когда вы Видите Функции Которые Возвращают Объект Вот Ну 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 Еще Есть Способ Который Позволяет Отойти От создания Временных Ну то есть Устранить Проблемы Создания Временных Объектов Но Этот Способ Работает Тогда Когда У нас Нам нужно Делать Какие-то Преобразования Вот Как в данном Случае Есть Неявное Преобразование Также Есть Возможность Как вы Знаете Написать Оператор Преобразования Ну К примеру Там Что-то Типа Такого Оператор Чар Звездочка Вот Что-то Типа Такого Вот Но Уже Был Разбор Этого Правила Почему Не рекомендуется Создавать Вот Такие Операторы Приведения Типа Вот И В следующем Правиле Ну То есть Это у нас Правило 26 Потом 27 И В 28 Правиле Будет Показан Способ Как Немного Улучшить Вот Эти Вот Преобразования Вот То есть Альтернативный Путь Сделать Так Чтобы Преобразования Были Не Нужны То есть Это Будет Разбрано В 28 Правиле Ну А на Сегодня Все То есть Суть Правила Я думаю Вы поняли То есть Нужно Изучать Когда вы Уже Все написали Все хорошо Работает И ваша Задача Оптимизировать Вашу Программу То есть Имея Уже Инструменты Инструменты По Замеру Скорости Работы То есть Имея Самые Простые Навыки По Работе С Профайлером К примеру Вот То Тогда Вы Можете Приступать К Улучшению Вашей Программы На момент Эффективности И Изучать Код На Наличие Как Минимум Создание Временных Объектов Ну А Теперь Точно Все Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Делимся Ставим лайки Комментируем Всем Пока